Здравствуйте, ребята! Меня зовут Белоусова Татьяна Геннадьевна, я учитель химии. Сегодня, продолжая изучать аналитические методы исследования веществ, мы поговорим обзорно, конечно, о других методах хроматографии. На предыдущем уроке мы говорили о бумажной хроматографии, которая достаточно легко может быть исполнена и в домашних условиях, ну и соответственно она требует небольших технических средств. Но сегодня мы рассматриваем и другие виды хроматографии, многие из которых являются более сложными и в чисто в техническом исполнении. Итак, первая из хроматографий это тонкослойная хроматография, ТСХ сокращенно обозначается, в которой в качестве неподвижной фазы, неподвижного носителя используются обычно пластины, на которые нанесены соответствующие ацербенты. Значит, это может быть оксид алюминия в качестве такого покрытия или силикогель, силициум-О2. Пластина обычно изготавливается, это может быть и полимерная основа, при этом пластина устанавливается практически так же, как это было в бумажной хроматографии. Иногда ее выставляют немножко под наклоном и наносят образцы исследуемых веществ, которые точно так же, только с учетом того, что подложка получается уже другая, не бумага, они также распределяются внутри вот этой пластинки, то есть двигаются по этой пластинке. Сам растворитель, еще раз подчеркну, это обычно полярные растворители, находятся внизу. Такой контейнер закрывается сверху крышкой, чтобы не происходило утечки, соответственно, паров веществ, которые используются как растворители. Ну, а сами вещества распределяются на этой пластине уже согласно коэффициентам их распределения в определенных фазах. Ну, вот здесь я показала, если мы учтем, что, допустим, вот эта часть, это и есть наша пластина, допустим, силициум-О2 покрытая, сама пластина, вот она, то, соответственно, вещества, которые имеют разные скорости движения, они будут двигаться на определенных, останутся на определенных этапах вот в этой пластине. Это тонкослойная хроматография. Переходим ко второму виду хроматографии. Это жескотная хроматография, ЖХ-хроматография, в которой используется, понятное дело, жидкости. Сама схема прибора выглядит так. Значит, подвижная фаза, которая представляет собой, как правило, смесь веществ, она пропускается через специальный подобранный растворитель. Поэтому находящиеся вещества, они и подвижная, и растворительная фаза находятся в жидком состоянии. Инжектор нужен для того, чтобы нагреть, соответственно, вещества. Причем образцы А, В и С веществ подаются снизу, например, здесь, и смешиваются, получается, с растворителем. Затем идет колонка, в которой происходит разделение как раз-таки веществ А, В и С. Они распределяются на разных участках, и можно отследить, где именно из какое количество времени удерживается каждая из вот этих составных частей нашей смеси. Затем находится детектор, который считывает информацию, и выдается график. Причем в графике получается спектр таким образом выкладывается, что по линии абсцисс откладывается время удерживания вот в этой колонке веществ А, В и С, а по оси ординат выстраивается концентрация, соответственно, каждого из веществ. То есть по пикам и, соответственно, по высоте этих пиков мы можем определить, сколько в смеси не только самих веществ А, В и С, но и их количественную характеристику. Жидкостная хроматография применяется для анализа, как правило, лекарств. Кроме этого, такая хроматография используется для анализа, например, мочи спортсменов, которые участвуют в различных соревнованиях на определение веществ допинга. И, соответственно, это может быть хроматография применена для анализа наличия пестицидов, каких-то лекарственных средств и так далее. Поэтому этот метод достаточно широко применяем. И еще один вид хроматографии – это газо-жидкостная хроматография, которая представляет собой похожий очень на жидкостную хроматографию прибор, но только в нем вещество проходит через специальные трубочки. Сама длина вот этих трубок, которые в своем диаметре составляют небольшое, от 1 до 5, соответственно, миллиметров, но вот этих витков, то есть длина вот этой спирали, условно говоря, составляет от 1 до 5 метров. То есть она вот такая накрученная в этом случае. И образцы подаются через трубку, соответственно, они могут быть также нагретые, и могут использоваться разные растворители. Затем выходящая информация, она, соответственно, через детектор записывается, ну а вещества, которые прошли через данный аппарат, они затем выходят и, соответственно, улавливаются. В это время выдается график, который показывает, соответственно, зависимость, время удерживания каждого из образцов, А, Б или С и так далее. Значит, если их несколько, они дают каждый свой пик, причем высота этого пика, она будет показывать, соответственно, и содержание, и присутствие в этой смеси. Ну а ширина этих пиков, она определяет, соответственно, присутствие каждого из компонентов в этом случае. То есть ширина пика, высчитывается как отношение самой этой ширины пика к общему, соответственно, суммарному количеству пиков всех участвующих веществ в этой смеси. Такая хроматография также применяется для анализа и лекарственных средств, и для проведения анализов с кровью, в том числе и у спортсменов, и у других людей, для которых анализ крови является очень важным и показательным, и поэтому применяется сейчас очень широко. Как вы можете видеть, хроматография является довольно таким высокоэффективным методом анализа. В сравнении с другими методами аналитического исследования, например, синфракрасной спектрометрии, этот метод, возможно, по времени занимает и чуть больше времени, допустим, бумажная хроматография, но, тем не менее, это метод широко применяемый. Для этого используются, как правило, жидкие вещества или жидкие жидкости и газы, в отличие, опять-таки, от ИК-метода, где используются все виды агрегатных состояний, твердое и жидкое, газообразное. Но у него, у этого метода есть свои области практического применения. Поэтому, как мы можем сделать вывод, изучив все методы исследований, которые мы посчитали нужным осветить в этом курсе, вы можете увидеть, что существует множество методов анализа веществ, а также смеси. И, соответственно, уже ученые-химики подбирают те методы, которые наиболее подходящие для того, чтобы различить те или иные смеси. То есть, если это ограничено во времени, допустим, тогда подбираются методы быстрые. Если требуется определенное время, и анализ должен быть более точным, возможно, временной фактор не будет столь уже категоричным при определении этого метода. Поэтому методов анализа существует множество. О каждом из них мы с вами немножечко поговорили. Я надеюсь, уже картина анализа веществ, органических веществ в том числе, вам теперь уже более понятна. Ну а на сегодня у меня все. До свидания, ребята.